Всем привет! В эфире самая молодежная программа «Альма-Матер» и с вами Таня и Илья. Сегодня хотим познакомить вас с самыми яркими моментами школьной и студенческой жизни, которые произошли за последние две недели. Ну что, стартуем! Два золота и одну бронзу завоевали могилевские грибцы на первенстве Беларуси по академической гребле до 18 лет. Евгений Золотой и Артем Лапутин пришли первыми на парной двойке. Лучший результат у них и на парной четверке. Дарья Новикова вернулась с третьим местом на двойке безрулевой. Сейчас воспитанники областного центра Олимпийского резерва по грибным видам спорта на сборах. Их победа стала путевкой на чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в августе в литовском Тракая. Компания летней занятости молодежи в самом разгаре. В этом году по области планируется предоставить временную работу четырем тысячам юношей и девушек. В настоящее время почти две с половиной тысячи свое занятие уже получили. Среди организаторов занятости выступают различные учреждения образования и центры соцобслуживания. Предлагают различные занятия от ремонтных работ до пошива постельного белья и изготовления сувенирной продукции. Например, в Центре социального обслуживания населения Октябрьского района Могилева уже отработали более двух десятков подростков. 100 рублей за 10 рабочих дней – это хорошая зарплата, говорят юные работники. Да и работа по силам и в удовольствии. К тому же каждый после рабочей декады получил еще и трудовую книжку. Куда поступить? Где меньше проходной бал? Куда советуют родители? Куда душа лежит или просто наобум? В середине июля абитуриенты делают ну очень важный выбор, поэтому прямо сейчас узнаем все тонкости вступительной кампании. Вузы силовых структур и вузы творческого направления еще принимают документы от абитуриентов, а все остальные закончили приемный бюджет и на платные, где сдаются внутренние экзамены 17 июля. Нынешняя вступительная кампания отличается от предыдущих. Абитуриенты сдавали тесты по четырем предметам, а значит, не пройдя по баллам на одну специальность, у них появилась возможность подать документы на другую родственную или в другой вуз. Пример такого, девушка, молодец, умница, сирота, к сожалению, вот она сдавала четыре сертификата, четыре у нее было сертификата, но по математике у нее было семь баллов, то есть математика не зачитывался, он не сдан на положительные десять баллов. Поэтому нам пришлось отказать ей в приеме документов, но в то же время у нее остался шанс в этом году поступить или в педагогический вуз на какую-то специальность, связанную с биологией, поскольку у нее остались сертификаты по биохимии, по биологии, химии и русскому языку, либо в медицинский вуз. В вузах существует давняя традиция. Первому абитуриенту, подавшему документы, ректор вручает подарок, и, как всегда, в первый день яблоку негде было упасть. Вот эта девушка вместе с мамой приехала из Рогачева в университет продовольствия, надеется успеть на обратный рейс. Подходишь, дает каждому талончике со своим номером, потом вызывают, называют номера. Много еще. Вы какая? Я 141-я. Очень много людей сегодня. В 11.20 мы сюда прибыли на маршрутке, на автобусе, ну сюда добрались на пятерочке. В 16.30 у нас речица Могилева идет, автобус последний, в нашу сторону. Успеем. Первый день приема у нас совместного, на дневное и заочное. И у нас с сегодняшнего дня работают пятидневные курсы для тех, кто поступает после колледжей. Это они издают два устных экзамена, и при наличии, если у них, средний балл, там меньше шести баллов по аттестату. Подачу документов все-таки лучше не оттягивать на потом. В университете продовольствия, а он, напомню, единственный в Беларуси, некоторым абитуриентам из-за забывчивости приходилось возвращаться домой, в другую область. Приходят люди и забывают либо выписки к дипломам, забывают сертификаты. В Могилевском госуниверситете имени Кулешова на отдельной специальности абитуриентам тоже приходилось выстоять приличную очередь. Стоим уже около двух часов. Сложно быть абитуриентом? Ну нет, не очень. Традиционно довольно большой наплыв, если можно так сказать, абитуриентов на специальности факультета педагогики и психологии детства, факультета экономики и права, факультет физического воспитания. Эти специальности у нас всегда пользуются популярностью. В этом году мы увеличиваем цифры приема на факультет математики и естествознания. Государство заинтересовано в таких специалистах. Но в последний день приема, 17 июля, к примеру, в БРУ, абитуриентов было мало. В основном те, кто проходил, как говорят, на тоненького. Подсчитывали баллы других, чтобы успеть забрать документы и подать их на другую специальность. Так я сначала хотел попробовать БНТУ, но там что-то не пошло по баллам. Выжидаю час, когда перебросит. Да, не с нетерпением. Свои планы по набору на бюджет мы выполнили, на заочную сокращенную форму тоже выполнили, даже по многим специальностям довольно много перевыполнили. Кстати, в Белорусско-Российском университете документы принимают до 26 июля, но на бюджет Российской Федерации. А у нас в эфире «Контрольный вопрос». Каверзные вопросы на школьную тематику и не только не заканчиваются. Будьте бдительны. В каком году Пушкин жёг третий там лярп? Я не знаю. В 1480-м, наверное, или нет. Вспонят. Вау. Может, помните в школе такое произведение происходило? Конечно, «Мёртвые души». Замечательное произведение. Вот я, к сожалению, не скажу. Мы сделаем умное лихо. Тимон, да. Какое? 46.06.39. Я не помню. Мы не помним. Может быть, помните «Мёртвые души»? «Мёртвые души» я знаю произведение, но я не помню. Так, а кто автор? «Мёртвые души»? «Когорь». Нет, ой-ой-ой. Вообще «Мёртвые души» не Пушкин написал. Так, кто? Павел Алексеевич Гоголь. В каком году Пушкин сжёг третий том «Мёртвые души»? Это был «Гоголь», а год не вспомню. Третий, стоп, третий. Второй том «Мёртвые души». Да. Второй, и это был «Гоголь». Это был не «Пушкин». Нет. Подождите, Пушкин и «Мёртвые души»? Так, хорошо. «Мёртвые души» написал не «Пушкин». А кто написал? «Гоголь». «Гоголь», наверное. Так, второй том, может быть, помните, третий том этого произведения? Нет, это вопрос с подвохом, точно. Он, по-моему, вообще не дописал. Так, какой том он не дописал? Третий, вроде. Или второй? Третий том, по-моему, он так и не был дописан, насколько я помню. Хотя, действительно, есть версия, что что-то было сожжено. В каком году Пушкин сжег третий том «Мертвых душ»? Пушкин не сжегал третий том «Мертвых душ», это сделал Бог. Второй том, только жёг. А Гоголь, он вроде сошёл с ума и спалил вот этот третий том, вроде, как я помню. Пушкин не сжегал. Это Гоголь, Гоголь. И он сжёг второй том, у него пья сегодня был. «Мертвые души»? Да. По-моему, Гоголя нет. Да, правильно. Молодцы! Молодцы! Работай, работай! Кстати, в Могилёвской области около семи сотен студентов трудоустроены в 60 студотрядах. Ну что, давайте посмотрим про это в сюжете. Объекты, где задействована молодёжь, самые разные. Наиболее масштабные на строительстве белорусской АЭС и на мелиорации в Республике Коми России. Туда, кстати, направились студенты Белорусской государственной сельхозакадемии из Горок. А в Могилёве самые крупные объекты, которые в этом году принимают молодёжные отряды – стройка корпуса «Онкодиспансеры», сервисный центр по улице Симонова и бизнес-центр, что на месте бывшего дома быта. Владислав Маршин в прошлом году работал на ремонте моста через Днепр в Могилёве. Теперь вот на строительстве бизнес-центра. И хоть сам не могилевчанин, но считает почётно работать на таких объектах. В любом случае уже будет что рассказать другим людям, что, например, ты здесь был, здесь ты кирпич свой положил, там ты арматуру, всё, ну, в общем, есть что рассказать. Владислав – студент четвёртого курса БРУ. Говорит, с профессией давно определился. Однако считает, что каждый студент обязательно должен проверить свой выбор на практике. Я считаю, что каждый студент, который учится на своей какой-то профессии, он обязательно должен во время учёбы побывать, попробовать, как эти деньги эти зарабатываются. Потому что без этого опыта человек может прийти после учёбы и совсем не знать, что его ждёт на работе, и заниматься совсем не тем, на что он учился. Не первый раз в студотряде и Максим Лысковский. Говорит, ещё пару лет назад друзья подсказали, что в организации БРСМ помогают устроиться в стройотряды. И Максим записался на летние работы. И признаётся, что ни разу не пожалел. Работа разная. От сортировки арматуры до уборки этажей строительного мусора. Каждый день новая работа. Работы хватает достаточно. А сколько часов вы работаете? Как обычно, как и все, с 8 до 5 с обедом. С часа до 2. Вам работа нравится? Тяжёлая работа? Или работа по силам? По силам. Не особо напрягаешься, но и не особо ничего не делаешь. То есть нормально. Как отметил комиссар областного штаба студотрядов Сергей Чичёв, главное, что в результате все довольны. У нас никогда не было плохих отзывов от принимающих организаций. В принципе, все довольны. И ребята довольны также. Как бы получили условия хорошие, получили какой-то опыт. И зарплата, в принципе, устраивает всех ребят. К слову, в студотрядах готовы предложить работу не только парням. Найдут занятия и для девушек. Конные рабочие, официанты, уборщики дали педагогические виды работ. Все лагеря по Могилёвской области трудоустраивают ребят из МГУ Кулешова. И производственные также есть. И медицинские тоже у нас есть в этом году отряды. А где они находятся? И экологические в лесхозах тоже у нас есть. Сезон студотрядов начинается в мае и продолжается до октября месяца. За это время планируется организовать около 400 студотрядов. Впереди еще самая горячая пора. Работа в сельхозорганизациях. О, смотри, какая классная подходит. Пришло время познакомить вас с новыми публикациями студентов в сети. На очереди рубрика «Репост». На Всебелорусской молодежной стройке открылся третий трудовой семестр. 12 студотрядов сформированы в учебных заведениях нашей страны. Три отряда приехали из России. И у нас, и у соседей нужно было пройти жесткий конкурсный отбор, чтобы попасть в состав отряда. Конкурс составлял, как свидетельствуют его победители, более трех человек на место. Учитывалось все – успеваемость, поведение, состояние здоровья, наличие рабочей профессии. На строительстве белорусской атомной электростанции студенты выполняют практически все виды работ – бетонные и отделочные, плотницкие и малярные. Различные виды армирования, монтаж металлоконструкций и трубопроводов. На празднике Купалья в Александрии было очень много молодежи. Кто-то работал, а кто-то отдыхал. В то время как курсанты Могилевского института МВД несли службу и следили за общественным порядком, волонтеры провели интересный квест «Моя Беларусь», где всем желающим было предложено найти три пикета, спрятанных на площадке, и выполнить задания на каждом из них. А в соревновании по сбору паззлов каждый желающий мог на время собрать картинку с изображением знаковых мест Беларуси. В череде праздничных мероприятий, посвященных 750-летию со дня основания Могилева, волонтеры БРСМ посетили роддом при Могилевской больнице скорой медицинской помощи и родильное отделение Могилевской больницы номер один, где поздравили женщин, которые стали мамами в день города Могилева 28 июня. Всего в солнечную среду на свет появились 23 мальчика и девочки. Все малыши получили подарки, в том числе и вышиванки и береги от БРСМ. Интересное времяпрепровождение предлагает студентам Тайм-кафе Небо. Не знаете, чем заняться этим летом? Весь июль и август обучающие семинары различной направленности для участников любого возраста. Школа бизнеса, докупаж, фотошкола, школа ораторского мастерства, дизайн мышления и мастер-класс по робототехнике. В распоряжении участников будут роботокомплекты Лего и пара замечательных наставников из Белорусско-Российского университета. Супервыпуск 2017. Студенты строительного факультета БРУ похвастались видео со своего выпускного. Как видим, было круто. А на этом все. Включайте Беларусь, 4 Могилев, альма-матер каждые две недели. И, конечно, не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте. Скоро увидимся. Пока-пока. Кстати, может быть, мы с тобой вводим съездим, я не знаю, давай. А делай мне, что мы с тобой разговариваем. Конечно, конечно, бронье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова